Режим Gambit появился в игре с релизом Отвергнутых и без труда завоевал любовь игроков. Лично для меня это куда более крутой режим, чем Испытание 9. Привет, Страж, с тобой снова канал Triple Vibe, меня зовут Джонни Лейни, и сегодня мы поговорим о режиме Gambit, о том, как в него играть, с чем в него играть и всё такое. Ведь на этих выходных режим доступен вообще для всех игроков в Destiny бесплатно, даже для тех, кто не покупал Отвергнутых. Коротко напомню правило. Две команды играют три раунда, убивают мобов и собирают с них специальные частицы, которые затем нужно занести в банк и по накоплению 75 очков вызвать огромного босса, первобытника. Какая команда сделает это первой, та и победит. Одновременно с этим есть разница от того, сколько частиц вы внесёте в свой банк. Вносить нужно лучше по 5, 10 или 15. За вбросы такого количества на арене ваших противников будут появляться одержимые и блокировать их банк. Масло в огонь добавляет возможность вторжения, тот самый ПВП элемент режима, когда один из игроков вашей команды влетает на арену противника и пытается им доставить как можно больше проблем. Если вы играете в одиночку, то вы наверняка уже почувствовали всю боль от тупых тиммейтов, которые набрали 15 частиц, тупо умирают от мобов или падают в какую-нибудь яму. Я лично с этого горю просто каждый раз. Так что давайте разберёмся, что вам нужно делать в режиме гамбит и что вам не нужно делать в режиме гамбит. Используйте табло информации. Сверху у вас указан прогресс накопления частиц. Серая полоска означает сколько частиц уже подобрано вашей командой, но ещё не внесено в банк. Цветной полоской то сколько вы уже вкинули. Два деления на линии это те рубежи прогресса, на которых у вас откроется портал и появится возможность ворваться к противнику. Ну а по достижении полностью заполненной шкалы, на этом же месте у вас будет отображаться полоска здоровья первобытника. Если к вам врывается противник и у кого-то на руках из вашей команды есть хотя бы 5 или больше молотов, этот игрок становится самой важной частью вашей команды. Остальные игроки должны охранять его, пытаться убить вторженца или отвлечь на себя. Если у вас нет собранных частиц, но вас убивают, ничего критичного для вашей команды не произойдёт. Так что просто ражьте нападающего, пускай тот отвлекается на вас, тратит свои патроны или ульту, а игроки с частицами в запасе отходите на респаун, прячьтесь за камнями. Не пытайтесь проверить где противник, если у вас есть частицы. Не пытайтесь его перестрелять. У противника дополнительный щит, он залетел с заряженной ультой, снайперкой или симулянтом. Не льстите себе, у вас в 90% случаев нет шансов против него. Только если там не совсем дурачок, который не понял как он вообще в портале оказался. Вообще надо было сказать об этом сразу. В гамбите вам очень важна коммуникация. Подключите гарнитуру, общайтесь со своими напарниками, давайте инфу, калауты, о том где какой банк закрыт, где какой моб появился и где вторгается и так далее. Еще один совет, не подрезайте и не воруйте частицы у своих же напарников. Если у кого-то на руках 4 частицы, а у вас 2, не бегите сломя голову за одной валяющейся на полу пирамидкой. Вам эти 3 частицы погоды не сделают. А вот позволив подобрать их тиммейту с 4 маутами, он дойдет до цифры 5, вбросит в банк и тем самым уже закроет банк противника, отправив им небольшого кабала одержимого. Думайте наперед, юные стратеги. Плюс не забывайте, остаться с недоведенным до 50-15 единиц количеством, не вбросить их в банк это большой риск, ведь в любой момент к вам могут ворваться противники и убив вас вы потеряете преимущество. Следующий совет, если вы играете без команды, без координации действий и без голосового чата, чего делать не нужно, не набирайте много маутов. Да, стратегии бывают разные и все играют по-разному, но поверьте, в соло самым правильным поступком будет вносить по 5 или максимум по 10 частиц. Набирать их не так сложно, потерять не так страшно. А если будете вносить это количество неоднократно, то и банк закрывать будете и врагу мобов засылать. Так что хватит набирать 15 частиц. Опытная команда снесет мощного одержимого так же быстро, как и рыцаря за 10 маутов или кабала за 5. Куда больше проблем будет, если вы отправите 4 маленьких защитников. Эти малютки доставят больше неудобств врагу. Теперь давайте о той части, в которой вторгаетесь вы. Разумеется, усыпляющий симулянт. Ему недавно из-за чрезмерной популярности занерфали аим-ассист, но если ты умеешь стрелять, то тебе это как бы мешать не должно. Но, бери симулянт, снайперку и врывайся. Убедись, что у тебя есть необходимые патроны, без них вряд ли ты будешь эффективным. С одним револьвером ты конечно можешь наделать шума на той стороне, но все же это будет не так просто. И не сиди. Если ты у противника на карте, то мощнее любого из них. На тебе овершилд. Убить тебя в дуэли 1 на 1 у них шансов почти нет, так что доби их. Играй агрессивнее, в первую очередь выбирай в качестве мишени тех игроков, которые носят с собой наибольшее число частиц. Их количество отображается в окошке около никнейма. Ну и разумеется, если вы врываетесь во время битвы с боссом, за каждое убийство противника вы будете восстанавливать здоровье вражеского первобытника. Так что тут просто старайтесь убить как можно больше врагов. В идеале врывайтесь тогда, когда враги уже снимут, например, треть жизни своего босса, это позволит его откатить, а в вашей команде в это время как раз появится хороший шанс обогнать соперников по урону. Теперь о битве с самим первобытником. Когда вы вызвали его, не вливайте сразу все ульты и все хэви в босса. Сначала вам нужно убить ведьм около него. За их убийство у босса повышается дебаф. Так его можно убить куда легче. Так что вызывайте первобытника, убивайте ведьм, а в это время к вам наверняка вторгнется кто-то из врагов. Но если вы все еще не дамажили босса, то даже ваша смерть особо критичной не будет. Но как только вторженец ушел, сливайте в босса все, вообще все хэви ульты и так далее. Если параллельно с этим кто-то из вашей команды перейдет через портал к вражеской команде и убьет там одного-двух игроков, то победа просто обеспечена. Хотя в гамбите, даже если вы видите, что у вашего босса треть здоровья, а у противника все еще полная полоска, даже в этом случае ничего вам не гарантировано и все может перевернуться. За это мы гамбит и полюбили. Невероятный накал, непредсказуемость и какие-то космические камбэки. Так что надеюсь мои советы помогут вам улучшить свою игру. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк под видео и услышимся позже. Пока!